Девушки отдыхают Ну, значит, у вас все еще впереди. А, как известно, часто само предвкушение чего-то приятного вызывает гораздо больше эмоций, чем свершившийся факт. Ну что, познакомимся с еще одной страной, в которой можно отлично провести отпуск. Смотрим. Испания располагается на Пиренейском полуострове и омывается Средиземным морем и Атлантическим океаном. Испания уже давно входит в число стран Шенгенского соглашения, а значит, последовательность действий для получения визы отработана до автоматизма. Шенгенская виза обычно рассматривается в течение 10 рабочих дней, но в высокий сезон, это вот летом, в разгар лета, бывает чуть дольше. Ну, в среднем это 10 дней, плюс пока документы доставятся, лучше желательно недели за 3, чтобы уже точно, спокойно все сделали. Нужно подготовить документы, принести, мы все оформим и отправим. Стоимость визы обычно 60 евро на человека. И при помощи шенгенских виз вы можете посетить и другие соседние страны, которые входят в Евросоюз, но выехать обязаны из Испании, страна, которая вам открыла шенгенскую визу. Виза выдается по усмотрению консульства, но минимально на срок вашей поездки, то есть на 2 недели. Чаще всего ее выдают на полгода или даже год. То есть вы один раз документ получили и в течение года спокойно можете ездить в страны Шенгенского соглашения и, конечно же, в Испанию. Время перелета из Москвы в Испанию около 4 часов, а из Сургута около 6 часов. Прилетают все в Барселону и оттуда уже разъезжаются по курортам. В Испании, как в доброй сказке, направо пойдешь, на шикарное побережье попадешь, налево пойдешь, исторические богатства несметные найдешь. И в любом случае, куда не повернуть, везде ждут вкусная еда, приветливые местные жители и красивая природа. А если учесть, что поездка в Испанию подчас обходится лишь немногим дороже, чем в ту же Турцию, и впрямь можно поверить, что в сказку попал. Испания замечательна тем, что абсолютно для любой категории туристов она подходит, как для ценителей искусства, потому что можно сходить в храм, там часто устраивают концерты классической музыки, можно сходить в музеи, походить по историческому центру города, то есть порадовать свой глаз. Также замечательные пляжи в Испании и много различных парков, аттракционов, зоопарков, то есть для детей там тоже практически рай. В Испании курортов много, но большинство из них небольшие, то есть буквально несколько отелей. Мы расскажем о самых известных и популярных. Пляжи все песчаные, и в Испании все пляжи муниципальные, то есть городские, и абсолютно все они бесплатные. То есть можно жить в одном отеле, но если, к примеру, вам не нравится пляж вашего отеля, вы можете спокойно пойти на соседний, либо на какой-то другой. Единственное, стоит знать, что лежаки и зонтики, естественно, за дополнительную плату идут. Это обычно от 3 до 5 евро за сутки. По поводу отелей стоит сказать, что в Испании абсолютно спокойно можно брать 3 звезды, потому что они очень хорошего уровня. Это значит, что они находятся довольно близко к морю. Сервис, комфорт, все, в принципе, на уровне. По сравнению с теми же турецкими или египетскими отелями, тройки Испании дадут фору многим четверку даже. Ну, а если брать в Испании четверку, то вообще просто замечательно тогда. По поводу питания, питание относительно дорогое, поэтому стоит сразу в стоимость путевки брать, ну, как минимум, двухразовое питание. Для сторонников экскурсионного отдыха обычно выделяют отели 2-3 звезды, которые расположены в центре города. Связано это с тем, что человек во время экскурсий проводит практически все свое время в разъездах, а в отель приезжает переночевать и поужинать. Соответственно, и питание для любителей экскурсий – завтрак плюс ужин. А теперь поговорим о курортах. Барселона – один из тех городов, которые запоминаются на всю жизнь и в которых хочется побывать снова и снова. Этот город возник из морского римского поселения и достиг своего расцвета в средние века. Центром Барселоны считается ее площадь, вокруг которой находится много достопримечательностей, и от самой центральной площади идет красивая, уютная дорога прямиком к морю. Если вы приехали в Барселону, то вы просто обязаны посетить музей Пикассо. Как говорят местные, если вы приехали в Барселону и не сходили в этот музей, то вы зря приезжали, потому что там находится много подлинников его искусства. Также обязательно стоит посетить готический квартал, это исторический район, где большинство зданий датировано 14-15 веком. Для любителей спорта в Барселоне советуют посетить известный футбольный стадион Камп Ноу. Что можно привезти из Барселоны? Для своих друзей и близких вы можете привезти местную ветчину, хамон, колбасу, черезо, колбаски, сальчисон. В Испании широко распространено производство вина и оливкового масла. Из местных сладостей вы можете купить испанскую халву. Коста Браво, что в переводе означает «дикий берег», полоса средиземноморского побережья, простирается на 160 километров от города Блонес до границы с Францией. Рельеф Коста Браво составляют неприступные утесы и скалы, поросшие перенейскими соснами и пихтами, которые чередуются с великолепными бухтами и заливами. Этот курорт подойдет не только для спокойного семейного отдыха, но и для довольно активного отдыха, потому что предлагаются экскурсии сплав по горным рекам, есть гольф-поля, есть дайвинг, есть комные прогулки, есть свой заповедник, зоопарк, аквапарки. То есть как для взрослых, так и для детей это абсолютно приемлемый курорт и очень там хорошо. Приехав в Коста Браво, стоит посетить город Лорет-де-Марк, в котором расположено множество баров и дискотек, а также знаменитый аквапарк Марина Ленд. Для тех, кто с шумным развлечением предпочитает прогулки по исторические места, также найдется, что посмотреть. Посмотреть стоит, недалеко от Коста Браво находится гора Монсарат, и там одноименный монастырь на высоте 725 метров над уровнем моря. Он очень красивый, и первое упоминание о нем появилось аж в 888 году, то есть ему практически 1300 лет. Еще один курорт – Коста-Дорадо, в переводе с испанского «золотое побережье», простирается на 200 километров. Рельеф Коста-Дорадо составляют длинные и пологие песчаные пляжи, что делает это побережье популярным у туристов. Среди большого количества песчаных пляжей встречаются живописные бухты и заливы и уникальные скалистые образования. Он находится в 120 километрах от Барселоны, и самые главные его достопримечательности вообще, в принципе, по большей части зачем туда едут – это за семейным отдыхом с детьми, потому что этот курорт наиболее теплый по сравнению с другими, потому что он закрыт горами, и море в нем неглубокое, полугий вход, песочек, поэтому для детей очень хорошо. Но, опять же, самое главное – это развлекательный парк Порто-Вентура, который самый большой в Испании и шестой в Европе по размерам. И именно за этим, по большей части, туда едут. Парк состоит из пяти тематических зон с аттракционами – как для взрослых, так и для детей. Каждая из зон отражает историю одной из пяти мировых культур. За день в Порто-Вентура проходит более ста уникальных театрализованных представлений для детей. Вместе с тем и любой взрослый путешественник не будет скучать. Выбор развлечений велик. Игра в гольф, теннис, водные виды спорта, а также много экскурсионных программ. В Коста-Драде еще находится музей под открытым небом, называется Тарагона. Это раньше была столицей Римской империи на Пиренейском полуострове. И там до сих пор остались руины этого города. И тем, кто любит историю, непременно стоит это посетить. А для любителей природы есть природный заповедник, в котором множество птиц и животных. И можно посмотреть, полюбоваться этими красотами. Испания очень удобна для путешественников страна. Каждый более-менее крупный и заслуживающий внимания город обязательно имеет так называемые туристические автобусы. Заплатив около 15 евро, турист может в течение 2-3 дней пользоваться такими автобусами сколько угодно раз. Сеть остановок такого туравтобуса охватывает основные достопримечательности, которые стоит посетить. В Испанию нужно ехать, во-первых, за пляжным отдыхом, потому что пляжи все песчаные, с удобным входом и все бесплатные. То есть можно посетить любые. Во-вторых, следует посетить Барселону обязательно, потому что там разные стили архитектуры, красивые здания, средневековые, 18 век, современные. Стоит походить по музеям, которых большое количество в городе. Также можно отрываться на дискотеках, в каких-то клубах, либо сидеть в уютных барах. Также множество для детей аквапарков, парков, зоопарков, развлекательных каких-то парков. То есть абсолютно для любого человека он найдет там все то, что хочет. И плюс огромное количество исторических памятников. То есть радуется и глаз, и тело, и душа. Стоимость поездки в Испании на вторую часть лета, на 7 ночей, питание, завтрак и ужин, обойдется на одного человека от 22 тысяч рублей. Испания не может не нравиться. Эта шумная, колоритная, очень яркая страна неизменно оставляет след. У кого-то от купальника после двух недель безмятежного отдыха, а у кого-то от лыжной маски, не снимавшейся часами во время крутых спусков со снежных гор. У других от врезающихся в талию после второй порции паэль и джинсов. А у кого-то самого счастливого в душе от искренних улыбок местных жителей, яркого солнца и просто нереального количества положительных эмоций и новых впечатлений. А впереди еще несколько интересных фактов об Испании. Интересные факты об Испании. Испанский является одним из самых популярных языков в мире. Он утвержден официальным в 21 стране. Горная местность занимает более 90% территории страны, а вся Испания расположена на высоте 660 метров над уровнем моря. Тем самым является самой высокой страной в Европе. Мадрид, столица Испании, располагается ровно в центре страны. В центральной площади Мадрида находится нулевой километр. Испания является крупнейшим производителем оливкового масла в мире, но ее доле приходится более 45% мирового производства. В общей сложности она экспортирует более 260 сортов оливок. Стоматологический обор машины изначально была изготовлена для Испанской инквизиции в качестве машины для пыток, а теперь спасает людей от зубной боли по всему миру. Футбол является национальным видом спорта Испании. А вот корида – наиболее популярный вид спорта Испании в течение тысячи лет. Кстати, всем известный клич «Оле-Оле» – фанатичных футбольных болельщиков родом тоже из Испании. Здесь он зародился на кориде. Испанцы просыпаются очень рано, в 5 утра. У них не принято завтракать дома, поэтому в 5 часов вы можете позавтракать в любом кафе, которое к этому времени уже открыто для посетителей. С 2 часов дня до половины четвертого испанцы отдыхают сиестом. Ужин для испанцев – это с 9 до 10 вечера. Все мы перед отдыхом и путешествиями надеемся на то, что никакие медикаменты, лекарства, таблетки, кремы, пластыри нам не понадобятся, поскольку мы едем не болеть, а отдыхать. Но все равно нужно собрать и взять с собой аптечку туриста. Заполнение аптечки перед поездкой порой вызывает большие затруднения, особенно если едешь за границу. Хочется взять побольше лекарств, ведь в иностранных аптеках привычные нам названия отыскать бывает трудно. Плюс ко всему большинство лекарств отпускают по рецептам. Поэтому давайте узнаем у фармацевта, что должно быть в аптечке для путешествий. В первую очередь вспомните о хронических заболеваниях своих домочадцев. В непривычных условиях эти болезни могут обостриться. Посоветуйтесь с лечащим врачом и обязательно возьмите препараты, которыми пользуетесь регулярно. Совет врача нужен и при выборе антибиотиков. Антибиотики можно с собой взять, но опять же, если вам назначил их врач. Антибиотики желательно применять по назначению врача. Поэтому заниматься самолечением антибиотики – это препарат довольно серьезный и опасный, поэтому нужно его все-таки по назначению врача применять. Также учтите особенности местности, куда вы намереваетесь ехать, а также климат и санитарные условия проживания. Чтобы уберечь себя откусов насекомых, необходимо с собой взять средства репелленты. От солнечных ожогов необходимо взять с собой солнцезащитные средства. С чем еще приходится сталкиваться при наших летних путешествиях? Безусловно, это простудные проявления, так называемые ОРЗ. Скажу сразу, в первые пять дней, когда вы приедете, особенно это касается, если вы приедете на морское побережье, у вас начнется процесс акклиматизации. Так как у взрослых и у детей. Где-то это будет в течение пяти дней. Может наблюдаться простуда, вирусные заболевания, недомогание. Если у вас начались простудные заболевания, вирусные заболевания, нужно взять с собой капли для носа. Их существует очень большое множество, выбор большой. Можно выбрать и по цене подходящий, и для каждого индивидуально можно подобрать. Также средства противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие. Все это тоже нужно что-то взять с собой в отпуск. Но не стоит скупать с аптечных полок сразу все имеющиеся в наличии препараты. Ну, от температуры вы можете с собой взять или наш простой парацетамол, или можно взять порошочки в виде горячего питья. Еще одна частая категория отпускных неприятностей – расстройства пищеварительного тракта, а в более острых случаях – и кишечные инфекции. Они могут возникать при употреблении воды и еды непривычного качества, нарушениях питания и диеты, а также при акт эмонтизации. Например, нож по вам поможет при кишечной колике. Фистал, мизим поможет при переедании для пищеварения. Эмодиум поможет при расстройствах. И обязательно возьмите с собой уголь и смекту. Желательно положить в свою дорожную аптечку медикаменты для оказания первой помощи. Травмы, ушибы, растержения. Для этого должны быть у вас обязательно с собой вата, бинты, эластичные бинты, в общем, перевязочные средства, и антисептики. Перекись водорода, йод, зеленка, кто к чему привык. Желательно йод и зеленку купить во флакончике с дозатором. Они бывают такие, как карандашики, фломастеры, чтобы они не пролились, не дай бог, в чемодане, не испачкали одежду. Если вы едете на море, специалисты рекомендуют взять с собой в путешествие препараты для защиты глаз и ушей. При солнечном свете, блики на морской воде от солнца, хлористая вода в бассейне, морская вода, все это отражается на глазах, вызывает воспалительные заболевания. А напоследок отмечу, что аптечка в отпуск за границу призвана вылечить или предотвратить болезнь только легкого характера. И при возникновении сложных заболеваний или травм советую обращаться в ближайший госпиталь, предварительно сделав оформление страховки для выезда за границу. Она нужна для того, чтобы не пришлось оплачивать довольно круглые суммы за лечение. Хотелось бы пожелать всем приятного и яркого отдыха, и чтобы вам не пришлось воспользоваться содержимым аптечки. Задержки рейсов, сезон отпусков, похоже, становятся привычным делом. Часто появляются сообщения о том, что туристы часами не могут вылететь на отдых. Рассказываем, какие есть права у пассажиров, застрявших в аэропорту. На территории России действуют федеральные авиационные правила, которые предусматривают гарантии компенсации пассажиров при задержке их рейса. Эти правила обязательны для исполнения каждым авиаперевозчикам. Итак, что же полагается пассажирам, которые тратят свой драгоценный отпуск в аэропорту? Независимо от причин задержки рейса, авиакомпания обязана организовать хранение багажа, предоставить пассажирам с детьми до 7 лет комнату матери ребенка, при задержке рейса более чем на 2 часа дать пассажиру сделать 2 телефонных звонка, в том числе и международных, или отправить 2 сообщения по электронной почте. Также пассажирам полагаются прохладительные напитки, а уже если полет отложили более чем на 4 часа, горячий обед или ужин. Если вылететь так и не удается, вас обязаны разместить в гостинице, более того, довезти до нее, а потом привезти обратно в аэропорт. По всем вопросам нужно обращаться к представителю авиакомпании. Бывает, что найти его нелегко, тогда отправляйтесь к стойке информации аэропорта. Я очень надеюсь, что эти правила и советы вам в отпуске не понадобятся. Хорошего вам отдыха! До свидания!